Здравствуйте! В эфире программа «Саратов. Итоги» в студии Анна Макарова и смотрите в этом выпуске. В почти 30 лет жители аварийного дома ждали расселения, а дождались обрушения. Эвакуированы более 100 человек. Ситуацию взял на контроль глава региона. Не садись за руль нетрезвым. В Саратове сотрудники ГИБДД провели масштабное профилактическое мероприятие. Без погони не обошлось. Предотвратили взрыв. В поселке Затон, прямо возле пляжа, сотрудники полиции потушили горящий автомобиль. Экстренное переселение. В поселке Расково в жилом доме номер 2 по улице Ленина обвалилось межэтажное перекрытие. Всего в аварийном доме 24 квартиры. Пострадали три из них. Остальным тоже грозит обрушение. Поэтому все 65 жильцов были немедленно эвакуированы. Насколько нам известно, сейчас обследование экспертами здания завершено и в ближайшее время будет опубликован отчет об общем состоянии дома. Мы оценили последствия ЧП прямо на месте. Все подробности в сюжете. Говорю, Макс, стена и все. И это все просто рухнуло. Какие-то доли секунды. Я даже не успела вам сказать, что у нас в стене дыра. Дым, вот пыль. Пыль, ничего не видно. Ни прихожки. Потом немножко-немножко меня сразу затрясло. Немножко появилось это очертание. Я говорю, матушки, да ведь это соседи, соседская квартира. Именно в этой квартире еще в двух по соседству и начался обвал здания. Произошло это в 4 утра, когда большинство жильцов спали. Только чудом никто из них не пострадал. В 4.19 уже вызвали спасателей. В поселке Расково в жилом доме произошло частичное обрушение межэтажного перекрытия между подвалом и первым этажом. Квартира номер 2, 3 и 4. Общая площадь примерно 20 квадратных метров. Сейчас оказывается помощь жильцам дома по выносу имущества из квартир и транспортировке данного имущества в места хранения. Молодцы, ребята. Помогли, очень хорошо сработали. А что потеряли? Ну, как бы, тайкую бытовую технику в основном. А остальное, как бы, вещи сейчас спасли, документы. Ну, спасибо спасателям. Они, как бы, сработали. Все четко сделали. Ну, все, спасибо. Сейчас просто занимаюсь. Как вы видите, жильцы принимают свои вещи. Это одежда, посуда, мебель. Дело в том, что в здании сейчас находиться опасно. Работают там только спасатели. Со словом жильцов, этот дом по улице Ленина был признан аварийным еще в 1988 году. Но тогда документ был утерян, и это вызвало судебное разбирательство. Наконец, в 2016 году дом снова был признан аварийным и дали 36 месяцев на его расселение. Однако, скорее всего, теперь этот срок ускорится. В настоящее время по поручению прокурора Саратовской области проводится проверка. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые принимали решение по признанию данного дома аварийным. Будет дана оценка по своевременности принятия этого решения и по своевременности расселения граждан в данном аварийном доме. По результатам проверки будет дана правовая оценка и будет рассмотрен вопрос об инициировании доследственных проверок в отношении отдельных должностных лиц. Сегодня на заседании правительства глава региона Валерий Радаев уже дал все необходимые поручения ответственным лицам. По его заверению, без жилья не останется никто. А временно всех пострадавших разместят в пансионате «Сокол». Анна Антонова, Максим Пустовалов, Саратов-24. Не отходя от намеченного плана, чиновники выполнили указания главы региона. И к вечеру того же дня, когда произошло обрушение, всех потерпевших, кто изъявил желание, разместили в пансионате «Сокол». В каких теперь условиях проживания оказались люди и какая судьба ждет их обрушившийся дом, знает Станислав Жижин. Он сам помогал потерпевшим с переездом. В пансионате «Сокол» уже не впервые размещают людей, пострадавших от всевозможных чрезвычайных происшествий. В начале года это были жители дома номер 11 по московскому шоссе. Тогда там прогремел мощный взрыв. И вот сейчас это жильцы дома в поселке Расково. Давайте посмотрим, в каких условиях они живут. На время, пока решается жилищный вопрос, условия вполне приемлемые. Есть крыша над головой и комфортный ночлег. Оставшихся без жилья людей без внимания не оставили. Обеспечили необходимым набором продуктов, помогли перевезти часть личных вещей. Мы погрузили кроватку и вещи сюда привезли, но остальные уже вещи собрали на машине. Мы разместили очень быстро и довольно-таки комфортно. Небольшая комната в пансионате для большинства людей спасение. Лишь две семьи нашли возможность разместиться у родственников. Жильцам остальных 22 квартир выбирать не пришлось. Нам, к сожалению, некуда ехать, поэтому выбора у нас не было. Но и этому многие рады. Каждому жителю рухнувшей двухэтажки предоставили талоны на питание и уютную комнату. Некоторые комнаты еще до сих пор пустуют. Они ждут своих постояльцев, как, например, вот это помещение. Здесь разместят многодетную семью из пострадавшего дома. И в этой комнате разместятся трое детей, а вот в этой комнате будут размещены их родители. Тех, кто уже разместился, наведали высокие гости. Зампред Иван Кузьмин проверил условия, в которых живут люди, и рассказал о первых результатах работы по восстановлению их жилья. Губернатор сказал, значит, уже приезжали строители, подрядчики, земля уже выделена. В понедельник начнется демонтаж этого дома и начнется стройка нового дома. Ждать новых квартир, отметили чиновники-жильцы, смогут в пансионате столько, сколько понадобится. Но по плану люди справят новоселье накануне Нового года. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. В Саратове задержаны подозреваемые в сбытии психотропных веществ. Сотрудники управления наркоконтроля сдержали подозреваемых в распространении амфетамина. Крупные закладки были обнаружены на Кумысной поляне. В пластиковые пакеты были расфасованы мелкие свертки по несколько граммов. В общей сложности специалисты обнаружили и изъяли около 300 граммов амфетамина, а также около 40 граммов наркотических средств различных видов. Обыск продолжили и в месте проживания задержанных молодых людей. В ходе предварительного следствия установлено, что у данных молодых людей в ходе личного досмотра было изъято наркотическое средство, а в последующем в квартире по месту их жительства была обнаружена крупная партия наркотических средств и психотропных веществ, которые были изъяты. За раскладку свертков с наркотиками обоим задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О криминальных новостях минувшей недели расскажет официальный представитель главного управления МВД России по Саратовской области Анастасия Захарова. Анастасия, здравствуйте, вам слово. Спасибо, Анна. Нет пьянства за рулем. Сотрудники городской автоинспекции провели профилактическое мероприятие под названием «нетрезвый водитель». Ночью инспекторы ограничили движение по проспекту энтузиастов и всех, кто был за рулем, проверяли на состояние опьянения. Что думают о таких акциях водители, смотрите в сюжете Анны Антоновой. За моей спиной вы видите яркий свет проблесковых маяков машин ДПС. Здесь целый патруль таких. Дело в том, что сегодня проходит профилактическое мероприятие «нетрезвый водитель». Вы можете увидеть, что по свободной полосе проезжают общественный транспорт, машины, такси. Это позволяет избежать пробки. Среди инспекторов ДПС работают также и дружинники ГИБДД. На каждом из них вот такие светоотражающие жилеты, но и также удостоверение дружинника. Здравствуйте. Дорожный патрон дружинчерный. Как смажется? Нормально? Нет. Вы меня ничего сидите? Нет. Чтобы закрепить профилактический эффект, водители выдают еще и памятку. За вождение в нетрезвом виде сейчас грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком от полутора до двух лет. Но несмотря на строгое наказание на дорогах, все еще встречается немало нарушителей. Проблема нетрезвых водителей и вообще безответственного вождения и стала причиной создания дорожного патруля. В Саратовской области он появился в декабре 2016-го. Это небезразличные люди к отношению к обществу, которые видят, что пьяный водитель может натворить, принести смерть окружающим и себе, в конце концов, травмы какие-то нанести. Поэтому сюда приходят люди и участвуют в этом проекте для того, чтобы выявлять такие моменты. Впрочем, самостоятельно дружинник задержать нарушителя не может. Его обязанность – лишь помогать инспекторам ДПС. Именно им необходимо рассказать о выявленном нарушении, чтобы задержание прошло по всем установленным правилам. При выявлении опьянения у водителя при остановке транспортного средства он отстраняется от управления его. И ему предлагается пройти освидетельствование на состояние опьянения. Если такие признаки выявляются, то составляется административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Иногда свое странное поведение, подозреваемые в вождении в нетрезвом виде, объясняют плохим самочувствием. На этот случай, чтобы вовремя оказать необходимую помощь, в месте проведения профилактического мероприятия дежурит карета скорой. Я вообще сначала думал, что-то случилось. Говорят, нетрезвый водитель. Ну, правильно. Будут меньше пить, будет меньше аварий и меньше будут жертв. Я только за. Поддерживаю эту акцию. Так-то нормально, только домой опоздуем. Да, в парку. А вот и первый нарушитель. Мужчина спокойно останавливается и даже добродушно соглашается на освидетельствование. Хотя состояние водителя очевидно. Так вот получилось. Вы что думаете по поводу этой акции? Хорошая акция, да. Правильно? Да. Сто процентов, да. Больше не будете пьяным? Больше я тебе не скажу. Пока проходит освидетельствование одного нарушителя. Врасплох сотрудников ГИБДД застают другое, а точнее двое. На мотоцикле они насквозь приезжают мимо и дружинников, и инспекторов ДПС. Что ж, как мы видим, водители по-разному реагируют на проверку. Кто-то говорит, что это очень полезная акция, кто-то с недовольствием останавливается. Уже за сегодняшнюю ночь обнаружили двоих пьяных. Один из них согласился пройти освидетельствование, другой же проигнорировал инспекторов и проехал. Сейчас за ним организована погоня. Такие погони, к сожалению, в Саратове не редкость. Всего за минувшие выходные их было три. И две из них с печальными результатами. Один из пытающихся скрыться врезался в забор в заводском районе, а в районе Увека пьяный водитель вылетел в кювет. Не радует и общая статистика нетрезвых за рулем. Всего за выходные было задержано 17 нарушителей. Анна Антонова, Алексей Финин, Саратов, 24. В Саратове в одной из гостиниц сотрудники уголовного розыска задержали четырех уроженок Ганны. Покой на страны кооперативники нарушили не случайно. Девушек экзотической внешности заподозрили в оказании интимных услуг. Все подробности в материале Дениса Желтова. Подозреваемые с целью оказания интимных услуг приехали по вызову клиентов в одну из гостиниц Ленинского района. За один час работы девушки получали от ценителей экзотики по две тысячи рублей. После задержания представительницы древнейшей профессии вели себя довольно вызывающе. Дошло даже до танцев и исполнения песен. Чуть позже девушки потребовали переводчика. Однако после приезда соответствующего специалиста вдруг заговорили на русском языке. Причиной побудившей иностранок отказаться от услуг переводчика по их же словам стало предельно корректное отношение к ним со стороны сотрудников полиции. А также довольно неплохой уровень владения английским языком оперативников уголовного розыска. Как было установлено, изначально девушки приехали в Саратов несколько месяцев назад постигать премудрости совершенно иной уважаемой и жизненно необходимой профессии. Но по их словам тяжелые материальные обстоятельства вынудили подруг найти дополнительный источник заработка. Прекрасно понимая, что их род деятельности вне закона, жрицы любви работали на свой страх и риск. В настоящее время в отношении трех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о выдворении иностранок за пределы Российской Федерации. Денис Желтов специально для телеканала «Саратова-24». В Саратове полицейские предотвратили взрыв на автомобильной парковке. Около пляжа в поселке Затон, где находилось порядка 200 машин, неожиданно загорелся автомобиль НИВА. Дым заметили отдыхающие на пляже жители города и сообщили полицейским, которые несли на этой территории службу. Прапорщик Алексей Тяхин и старший сержант Дмитрий Грачев моментально отреагировали на сообщение. Прибыв на место происшествия, было обнаружено сильное задавление автомобиля. Нами было принято решение разбить левое переднее стекло, после чего автомобильным огнетушительным пожаром был локализован. И далее мы приступили к охране имущества и установлению личности хозяина данной автомашины. Хозяин был нам благодарен за то, что спасли машину, так как в машине находилось газовое оборудование, что могло привести к более тяжелым последствиям. Благодаря оперативным действиям сотрудники полиции не только не допустили распространения огня внутри салона и на другие автомашины, но и предотвратили взрыв газового оборудования, установленного в внедорожнике. Прибывшие на место происшествия пожарные убедились, что огонь потушен полностью и угрозы для окружающих больше нет. Владелец автомашины, вернувшийся к тому времени с острова Зеленый, поблагодарил полицейских за оперативность. Это был обзор происшествий за неделю. Новая информация на телеканале «Саратов-24» уже в следующие выходные. До скорой встречи в эфире. Спасибо, Анастасия. А мы продолжим нашу программу. И вот что вы видите во второй ее части. Задержанная на турецко-сирийской границе юная жительница Маркса вернулась из миграционной тюрьмы в Саратовскую область. Съемочная группа «Саратов-24» взяла эксклюзивное интервью у Лизы Ухановой и ее отца. Из аварийного в недостроенное. В нашу редакцию обратились участники программы по переселению. Семья не видит большой разницы между новой и старой квартирой. Профессиональный скалодром и зал для занятий серфингом. Глава региона проверил ход строительства спортобъектов в городе Балакова. История со счастливым концом. Вечером 27 июля в Саратов вернулась 6-летняя Лиза Уханова, юная жительница Маркса. За ее судьбой следили миллионы россиян. Маленькая Лиза и ее сводная сестра оказались в миграционной тюрьме Турции на границе с Сирией. Корреспонденты телеканала «Саратов-24» единственные в регионе, кому первыми удалось пообщаться с освобожденным ребенком прямо на борту самолета. Такую возможность нашей редакции предоставила компания «Саратовские авиалинии». Эксклюзивный материал смотрите далее. Самолет «Маленькая Лиза» заходит в окружение родных. Шестилетней девочке дорога домой стоила трех перелетов. Вначале был путь из Ататюрка в Стамбул, затем оттуда в Москву и уже потом в родной Саратов. На борту маленькую пассажирку ждал сюрприз от саратовских авиалиний. Большой плюшевый медведь. В самолете девочку угощают и корзины фруктов. Сейчас их есть Лизе опасно. В миграционной тюрьме в Турции ее кормили так, что заболел желудок. Дед Валера, так она сама его называет, все время оглядывается и смотрит на свою внучку. Бороться за нее у Хановым пришлось почти два месяца. То, что пережила маленькая девочка за это время, вынесет далеко не каждый взрослый. Но теперь все страхи и переживания позади. Сейчас начинаем немножко понимать, что с нами произошло, но еще не до конца. В целом, ребенок, самое главное, мы увидели, что ребенок в удовлетворительном состоянии. Сразу захотела платье себе красивое. Платье мы купили, но мне кажется, ей больше понравилась косметика. В Турции маленькая Лиза оказалась вместе с мамой, принявшей ислам, ее новым мужем и сводной сестрой. Их задержали при попытке пересечь сирийскую границу по поддельным паспортам. Разрешение на вывоз ребенка из России Сергей Уханов, папа Лизы, давал всего на месяц. Чувствовал неладное. Сейчас ребенок счастлив в окружении близких людей. И постепенно возвращается к нормальной жизни маленькой принцессы, которую дома ждет сказочная комната, море игрушек и любимый набор для рисования. Ну, какие-то там узоры, куклы, невесты. Такое. В самолете девочка все время улыбается. Как только началось снижение, стала примерять свое новое платье, чтобы выйти к встречающим ее журналистам настоящей принцессой. Боролись родные за девочку, как могли. Обращались за помощью во все инстанции. Ведь оставались считанные дни до момента, когда задержанных могли депортировать куда угодно. В итоге отец Лизы обратился к Рамзану Кадырову. Он помог вызволить ребенка из тюрьмы. Первыми у Хановых в Саратовском аэропорту с возвращением поздравляют. Журналисты региональных и федеральных СМИ и представители чеченской диаспоры. Что вся страна болела, переживала. Видела, в какой ситуации находишься ты, как отец в целом, дети, семья. Это боль для любых родителей. Это сопереживание. Хорошо, что там закончилось благополучно. После долгой борьбы за девочку родные не строят долгосрочных планов. Говорят, что пока хотят отдохнуть от всего пережитого. А затем маленькой Лизе предстоит еще одно путешествие. В гости к Рамзану Кадырову. Сказать спасибо. Эллада Тагиева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Поменяли шило на мыло. К нам в редакцию обратилась семья, участница программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Люди возмущены предложенной квартирой. Ведь, как они утверждают, она мало чем отличается от старой. Наша съемочная группа попыталась найти 10 отличий. В свою небольшую ветхую трешку на окраине заводского района Дмитрий Сложеникин заходит с опаской. Говорит, в заброшенном доме каждую минуту рискуешь получить травму. Стены, ступеньки и потолки старой двухэтажки уже давно дышат на ладан. Огромные куски штукатурки того и гляди упадут на голову. Вот ванну можно пройти. Это опасно для жизни и здоровья, мне кажется. Вот, то, что в ванне находится, все, что было на крыше, соответственно, находится в ванне. И так в каждой комнате. Дом, в котором Дмитрий прожил с родителями порядка 20 лет, перестал быть крепостью еще в конце 90-х. Поначалу, говорит парень, своими силами пытались поддерживать состояние. Латали посыпавшуюся штукатурку, перекрывали крышу, чтобы не затопило дождевой водой. Но уже в 2011 году поняли, что вкладывают деньги в пустую, при том, что жилье муниципальное. Собрав целую папку документов о непригодности жилья, Сложеникины через суд стали добиваться переселения. Вот, решение суда есть, пожалуйста, вот, подавали в заводской районный суд, направляет копию решения, вот, гражданскому делу. То есть, пожалуйста, усыновил, туда-сюда, то, что признать аварийным и так далее. Значит, само решение откроем. Обязать администрацию муниципального образования, город Саратов, предоставить Сложеникину Наталье Викторовне на семью из четверых человек Сложеникины, Дмитрия Александровича, Дарья Александровна, Федоту Ольгу Валерьевну, благоустроенное жилое помещение под договор социального наименса. Исполнение судебного решения пришлось ждать несколько лет, но уже на съемной квартире. За это время полуразрушенный дом облюбовали подозрительные личности, а законные жильцы уже и перестали верить в справедливость. Но в один прекрасный день в почтовом ящике появилось письмо с предложением забрать ключи от новенькой квартиры. Обрадовались, думали, наконец-то предоставили жилье. Считаю, прошло сколько времени, вот, начиная с 2014 года решение суда, то есть через три года, можно сказать, обрадовались, что она вспомнила, как-то государство позаботилось. Но не такого обещанного семья ждала три года. Из аварийного двухэтажного дома в заводском районе семью переселили в нечто похожее, но уже в Ленинском. Добраться до жилья, говорит Дмитрий, оказалось нелегко даже по навигатору, при том, что искали дом вместе с представителями Общероссийского народного фронта. Его эксперты и заставили администрацию зашевелиться и найти квадратные метры для семьи. Но жилая площадь, по их словам, оказалась далеко не жилой. Согласно жилищному кодексу, квартира должна предоставляться пригодной для проживания. То есть в ней должна быть сантехника, электрика. Все должно быть в рабочем состоянии. Если к дому подведен газ, значит газ также должен быть подключен и работать. И должен быть социальный ремонт. Это все в квартире, в принципе, отсутствовало. Вместо благоустройства, пошарпанной стены, мусор в квартире, грибок и антисанитария, на которую жалуются даже старожилы дома. Я утром только встала с постели, у меня все ноги черные были в этих блохах. И прям вот все ноги, вон даже еще красные пятна не прошли. За 40 лет, говорят местные жители, дом, построенный в 70-е годы, ни разу не ремонтировался. Управляющая компания лишь исправно собирает с жителей дома деньги за неисправные коммуникации. О том, что двухэтажка требует внимания, в городской администрации знают. На баланс муниципалитета дом перешел не так давно. На текущий момент он не признан аварийным, но требует капитального ремонта. Об этом есть техническое заключение. И согласно принятой, уже принятой программе, в ближайшее время, осталось полгода, в 2018 году там будет проведен капитальный ремонт. При этом будет отремонтирована и квартира, которую предложили переселенцам. Однако переезжать в нее сейчас семья Сложеникиных отказалась. В ожидании достойной жилплощади они вернули ключи в администрацию. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Подойти к финишу с максимально высоким результатом. Именно такую задачу поставил глава региона, ответственным за реализацию проекта по модернизации спортивных сооружений в городе Балакова. Часть объектов удалось сделать еще в прошлом году, остальные сейчас завершают. Что нового в скором времени появится для спортсменов, и что уже сделано в городе для развития физкультуры, узнала Екатерина Заграничная. Ну как, успехи? Классно. Классно? Да, вообще. Молодец. Всплеск детских эмоций приводит Валерия Радаева в восторг. Говорит, это главное, когда жителям нравится то, что для них создают. Но водные горки – лишь малая часть того, что дополняет Балаковский универсальный спорткомплекс «Альбатрос». Здесь на финишную прямую выходит строительство зала для занятий серфингом. Глава региона интересуется, каков потенциал у этого спортивного направления. Ну это вообще интересно. Это одно из новых направлений. А здесь что вы? Это вот холл, здесь у нас зона такая отдыха. А это возможность будет для соревнований в любом уровне? Будем сертифицировать. Нет, ну я понимаю, параметры. Параметры достаточно. Российские международные. Ну это самое главное, это не только тренировочный зал был. Нет, 4, 27 вот таких. Таких, да? Да. Понятно. Также Валерий Радаев обращает внимание на то, как исправили недочеты, которые он выявил во время предыдущего визита, и на которые указал подрядчику и местному руководству. Теперь убедился, что все в порядке. Более того, соблюдаются и сроки строительства. Сдать скалодром и зал для занятия серфингом планируется уже в августе. Знаете, вот Балаково вообще, вот у них хорошо написано, Балаково спортивный, да? Бренд такой они себе вот избрали. По причине того, что первое, они сегодня у нас в области, да и в России, если говорить там надушное усиление, люди, которые занимаются спортом, самые высокие проценты. Это первое. Поэтому одновременно 4 арены спортивные, которые есть в городе, все прошли реконструкцию при поддержке Вячеслава Викторовича Володина. И вот новый совершенный зал строят с экстремальными видами спорта, которые входят теперь в олимпийские виды спорта. Ну, пожалуйста, уже насколько продумают, будут тренировать. Привести в порядок все спортсооружения Балакова, старые реконструировать, относительно новые усовершенствовать до самого современного уровня. Такую идею в прошлом году предложил Вячеслав Володин. Под его личным контролем и пристальным вниманием главы региона удалось вывести на новый уровень Балаковские стадионы труд и корт, а стадион «Энергия» и вовсе восстановить из руин. Так еще прошлым летом здесь тренировались спортсмены. А так тренируются теперь. Это спортсмены местной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимпик», на базе которой и находится стадион «Энергия». Официально открытие его планируется 10 августа. Осталось лишь смонтировать трибуны для зрителей. Ну а легкоатлетические сектора, освещение, все готово. Преподаватели рассказывают Валерию Радаеву, это совсем другой уровень тренировок. Но глава региона просит обратить внимание на газон. Тот, что на футбольном поле. Пока он далек от идеального, хотя его усиленно поливают. Все красиво, но вот трава, трава нам что-то пошла. То, что город Балакова действительно спортивный, Валерий Радаев убедился еще раз, посещая местные дворовые территории. На одной из них обустроили самый настоящий стадион с волейбольной площадкой и футбольным полем. А руководство управляющей компании позаботилось о тренере, который теперь каждый день проводит занятия. Ему от Валерия Радаева отдельное поручение подготовить ребят к турниру по футболу среди дворовых команд. Надо обязательно, чтобы участвовать, потому что как раз вот со двора начинается вся основа. Мы проводим на Кубе губернатора все лето футбол, дворовый футбол. И в сентябре уже на стадионе на основном локомотиве проводим мероприятие главное финальное. Поэтому там разные возраста, три по-моему или пять возрастов, не помню. 55 девчонок тысяч и мальчишек участвуют. Ну вы как, у вас команда или как? Покажете что-нибудь, нет? Конечно, вы же все. Давайте пять секунд. По местам, ребята, быстренько. Чтобы оценить мастерство юных футболистов, долго ждать не пришлось. На первой же минуте дворового матча был забит первый гол. О-о-о! Молодец! Воспитание, кто-то гоняет. Молодец! Екатерина Сграничная, Георгий Спиридонов, Саратов, 24. Таковы были главные новости этой недели. Оставайтесь с нами, будете в курсе самых интересных и актуальных событий. До скорой встречи на канале Саратов-24. До свидания. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok